Добрый день, уважаемые дамы и господа, что присутствуют в нашей студии, представители средств массовой информации и наши почетные гости. Сегодня АО «Косконтент» на базе информационного портала «Стретиджи-2050» презентует терминологический справочник по посланию президента Республики Казахстан «Стратегия Казахстана-2050» новый курс состоявшегося государства от 14 декабря 2012 года. Презентация данного справочника, который был создан специально для того, чтобы стать верным помощником и отличным решением в понимании столь стратегического и важного документа, пройдет в присутствии наших гостей. Сегодня у нас в студии ректор Академии Государственного управления при президенте Республики Казахстан, член Совета по вопросам молодежной политики при президенте Республики Казахстан, господин Гулатбек Абдрасилов. Здравствуйте. Также сегодня присутствует председатель общенационального движения «Казахстан-2050» Дана Ачумин. Добрый день, спасибо большое, что вы отозвались на наше приглашение. Сегодня действительно очень уникальная и интересная встреча, довольно нам известное послание будет презентовано немного в другом русле для более обширного понимания и действительно восприятия всех казахстанцев, всех уровней знаний и заинтересованности. Прежде чем начать нашу презентацию, не могу не поинтересоваться. Послание лидера нации стратегии «Казахстан-2050» — это новый политический курс состоявшегося государства. С одной стороны, оценивает испытания, которые выдержала наша республика за годы своей независимости, а с другой — ставит новые задачи на ближайшие годы и тем самым обозначает новые этапы разностороннего развития Казахстана. — Хочется первый вопрос вам задать, Владимир Сергеевич. Вы уже не первый год в системе образования, в частности, как авторитетный и ученый, и управленец, и педагог. Прежде всего, прокомментируйте нам, пожалуйста, появление данного терминологического справочника с научной точки зрения. — Ну, вообще, вот сам документ, это послание главы государства стратегии развития Казахстана до 2050 года — это очень такой емкий, очень глубокий документ с точки зрения научного освещения и разработок. Там были очень использованы самые последние достижения в сфере политологии, экономики. Поэтому, естественно, в этом документе очень много различных терминов, которые для простых людей, конечно, могут быть непонятными. Поэтому, вот когда рассматривался вопрос о том, чтобы этот документ сделать более доступным для понимания всех наших граждан, граждан, не только ученых, не только политиков, общественно-государственных деятелей, но и для школьников, для молодежи, для студенчества, для простых граждан, конечно, стал вопрос о том, чтобы его сделать более доступным. Поэтому, значит, группа ученых разработала вот этот терминологический словарь, в котором около ста терминов, они простым, доступным языком раскрываются, их понятия содержания. Ну, идея вот создания этого документа еще заключается в том, чтобы основные идеи, которые заложены в нашей стратегии 2050, ну, как раньше мы говорили, овладели всем народом. И чтобы весь народ был вовлечен в процесс реализации данной стратегии. Не случайно ведь в послании этого года фактически мы признаем, что стратегия 2050 — это, можно говорить, как национальная идея нашей страны. Поэтому и вот словарь терминов, который разработан и сегодня презентуется, очень важен с точки зрения науки, с точки зрения его доведения до простых граждан, чтобы каждый гражданин подключился и стал активным реализатором вот основных идей, заложенных в данной стратегии. Спасибо большое. Вот с данным же вопросом мы действительно обратились непосредственно к целевой аудитории. Это к молодежам, педагогам. Что же они думают по этому поводу? Я посмотрю на экран. Сегодня акционерное общество «Казконтент» объявляет об открытии интерактивной версии терминологического справочника «Послание стратегии Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства». Это значит, что язык программного документа стал доступнее и понятнее каждому. Общество всеобщего труда, новый казахстанский патриотизм, экономический прагматизм, всеказахстанская идентичность состоявшейся государства. Таких совершенно новых политических терминов в тексте стратегии встречаются около ста. Их автором и разработчиком является глава государства Нурсултан Назарбаев. Основная идея стратегии 2050 — это мы должны идти вперед, развить свою экономику и вообще политическую стабильность в этом направлении. Мы должны быть именно в числе тех стран, которые на сегодняшний день впереди во всем терминологический словарь, наверное, дают возможность людям более обширно и широко понять суть самой стратегии. И в этом смысле оно очень актуально и своевременно, я считаю. В 2012 году президент нашей страны Нурсултан Назарбаев обнаружил стратегию 2050. В ней четко даны указания о продвижении, о развитии Казахстана до 2050 года. Когда я ознакомился с этой стратегией, я столкнулся с многими терминами, то есть там «джи-глобу», «айпио». Для меня в это время было трудно понять, что за этот термин, я искал в интернете, как бы это было сложно. С появлением этого справочника язык стратегии 2050 стал более доступным. Да, это очень важный справочник, который вовремя появился. Слова, которые мы не находим в других толковых словарях, можем найти здесь. Это очень здорово. Над справочником стратегии Казахстан 2050 работала группа авторитетных экспертов. Все термины разделены в нем по пяти блокам. Системные понятия, экономика, социальная политика и государственное управление, религия, история, современность, геополитика и безопасность. Для тех, кто не знает, можем добавить, что на портале с одноименным названием вы найдете не только текст, но и аудио и видео версии стратегии Казахстан 2050, а также ее сурдоперевод. Вот такая вот презентация в видеомасштабе. А теперь хотелось бы обратить ваше внимание на сам наш сайт. Это стратегия 2050 и начать нашу официальную часть. Напомню, что информационный веб-портал в стратегии 2050 запущен АО «Косконтент» 10 сентября 2013 года. Цель проекта освещения под реализацией стратегии информационной оплаты движения направления, озвученной главой государства. На сайте стратегии 2050 опубликована уникальная интерактивная версия послания президента Республики Казахстан. Вот вы видите ее сейчас на экране. Новый политический курс состоявшегося государства, позволяющий ознакомиться с посланием в новом формате. В тексте интерактивной версии послания обозначены термины, которые подробно раскрыты в статьях интегрированного данного послания терминологического справочника. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Есть крылатые выражения премьера президента «Сначала экономика, потом политика». Мы наводим курсор мышки, смотрим краткое содержание, что обозначает это крылатые выражения. Когда кликаем «Читать полностью», мы переходим на сам справочник, где уже в полной версии описано, что обозначает конкретно данная формулировка слов, куда она может дальше, каким книгам подвести. Справа мы наблюдаем рубрикатор, где видим конкретные темы, все сложные слова собраны по конкретным разделам. Интерактивная версия послания президента Казахстана с интегрированным терминологическим справочником призвана прежде всего дать возможность любому гражданину Казахстана системно изучить данный документ. Собственно говоря, на ваших глазах только что был запущен данный справочник на нашем ресурсе. Хочется теперь задать вопрос Донату. Насколько мне известно, совсем недавно вы объехали практически весь Казахстан с целью разъяснения стратегии 2050. Скажите, пожалуйста, какие чаще всего вопросы вам задают жители регионов? Как воспринимается ими послание? Какие вопросы, может быть, конкретно по терминологическим моментам у них возникают? Ну, я бы не сказал, что мы разъясняли послание, потому что в большей степени его обсуждали. Потому что в регионах, на те встречи, которые мы проводили, люди, которые приходили на эти встречи, они, как правило, были очень подготовленными. То есть они владели и стратегией Казахстана 2050, и всеми понятиями, которые связаны с этой стратегией. Вопрос вставал дальше. Мы ведь понимаем, что невозможно реализовать того, чего ты не понимаешь. И, честно говоря, у нас в стране, да и не только у нас, проблема понимания политики, понимания тех вещей, которые делаются, она есть, она существует. То есть зачастую мы с вами можем видеть, когда некоторые понятия, вводимые в оборот, они, скажем, непросты в восприятии. Вот как можно понять слово «инновация», если ты не специалист в этой сфере? И как можно понять слово IPO, если ты не финансист? То есть таких понятий очень много. И с течением времени этих понятий становится все больше и больше и больше. И вот то, что мы сегодня с вами видим, вот этот справочник, который вы сегодня презентовали, и то, что говорят люди в регионах, люди говорят, дайте нам возможность, вот какие-то материалы, чтобы мы могли это проще объяснять людям. Чтобы мы могли в двух словах, на доступном, на человеческом языке объяснять, что такое инновация, почему эта инновация нам нужна, что такое будущее, как мы это будущее понимаем, что такое, в конце концов, Мэн Галли Кейль. И справочник, который мы сегодня видим, я считаю, что это один из важных, первых шагов, который делает наше государство для того, чтобы вот это понимание, оно появилось. Понимание между государством и нашим народом, нашим обществом. А вот какие аспекты послания привлекают людей в регионах больше всего? Может кто-то вкруппирует их какие-то? Стратегия — это очень емкий документ. Как сегодня уже сказал коллега, он охватывает все стороны нашей жизни. Это и экономика, и политика, и социальная сфера. И каждый в этом послании, он пытается найти то, что близко ему. Молодежь обращает внимание на то, что касается ее. Касается ее очень многие вещи. Врачи — то, что касается системы здравоохранения. Учителя — то, что касается системы образования. То есть каждый вот в этой стратегии может найти какой-то свой аспект. И когда мы сегодня встречаемся в регионах, проводим встречи с населением, естественно, каждый задает вопрос, исходя из той сферы, в которой он работает. Врачи задают вопросы о здравоохранении, учителя об образовании, экономисты, бизнесмены, о развитии предпринимательства, о развитии малого и среднего бизнеса. То есть это очень емкий документ. Нельзя сказать, что вот это вот интересует, только вот эта часть интересует народу. Интересует все, но в зависимости от того, что связано с твоей профессиональной деятельностью. Я почему интересуюсь? Мы, как представители СМИ, мы освещаем, опять-таки, все направления. А вы непосредственно работаете с каждым человеком практически от глаза в глаза. И вы видите реакцию живую, настоящую. Мы, к сожалению, при всех своих глобальных, быть может, возможностях, объять всех вот так лично воочию не можем. И действительно, каждое ваше мнение для нас также важно для того, чтобы усилить свою работу. Балатпек Сирикпаевич, вот скажите, пожалуйста, что нужно делать каждому казахстанцу? Потому что сам глава государства не раз обращался к населению страны с тем предметом, что данное послание должно реализовывать не только правительство, но и каждый казахстанец. Что делать, чтобы эффективно все работало? Каждому казахстанцу. Я бы хотел несколько слов сказать про то общественное движение, которое сейчас, по идее, было создано до НАТО Жумина. И вот сейчас он эту работу большую ведет. И это, наверное, очень важно, потому что, когда молодежь работает с молодежью, естественно, вот наше общественное объединение молодежной стратегии 2050, она работает больше с молодежью. Естественно, они говорят на одном языке. Поэтому и понимание стратегии теми, кто живет, трудится в регионах, оно больше усваивается, когда вот ребята из нашего движения 2050 работают с ними. Поэтому я бы прежде всего хотел бы сказать, что вот это молодежное движение, оно поддерживается и нашими магистрантами. У нас в Академии обучаются молодые государственные служащие. И наши молодежь, это молодые госслужащие, также поддерживают. Я просто хотел сообщить до НАТО сегодня, что у нас наши магистранты изъявили большое желание вступить вот в это движение. Что касается вашего вопроса, здесь, конечно, вообще этот документ очень емкий, очень, скажем так, он рассчитан на долгие годы вперед. И, естественно, в нем заложен огромный потенциал развития нашей страны. И иногда, когда первый раз читаешь этот документ, кажется, что это неосуществимые какие-то идеи, причем там на долгие годы вперед. Но в этом году глава государства, как гениальный человек, он сделал очень интересный ход. То есть он использовал самые современные разработки, которые используются в управленческой науке. В прошлом году была озвучена стратегия, как генеральный документ, как стратегический документ на долгие годы вперед. А в этом году, в стратегии этого года, уже фактически, значит, были изложены основные идеи, скажем, бизнес-плана на уровне государства, которые необходимо решить в течение года этого года. То есть вот этот новый подход, который был впервые использован в системе государственного планирования в нашей стране, я считаю, это оригинальная находка нашего главы государства. Мы еще раз убеждаемся, мы-то ученые понимаем, что зачем. Что вот тот ход, который был в этом году сделан в послании народу Казахстана 2014 года, фактически мы переходим на новую систему планирования и управления государством. И я думаю, что, конечно, вот появление вот таких документов, это сопровождающие документы, которые позволяют более четче и, скажем, более понятнее сделать документ более понятным, оно во многом позволит увеличить эффективность в целом нашей работы по реализации этого послания. Спасибо большое. На этом наша официальная часть завершается. Хотелось бы вас еще раз поблагодарить. Действительно, нам как организаторам вдвойне приятно, что в столь значимый для нас день в нашей студии присутствовали именно вы. Вам же, уважаемые телезрители, выражаем огромнейшую благодарность за внимание. И в завершение хотелось бы напомнить, что со стратегией «Казахстан-20» «20-50» новый политический курс состоявшегося государства на 20 языках мира и с интегрированным в русскую и казахскую версию терминологического справочника всегда можно ознакомиться в открытом доступе на портале strategy2050.kz. До встречи! Продолжение следует...